Добрый вечер в эфире новости на АТВ в студии СССР Каидбаева. Правила изменились, СанПин ввел новые нормы в практику борьбы с коронавирусом. На самые популярные вопросы жителей Бурятии ответила замруководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина. Лабораторное обследование контактных лиц в обязательном порядке исключено. То есть контактные лица у нас должны быть обследованы лабораторно при появлении у них клинических симптомов. Требовалось получение двукратных отрицательных результатов, отбор проб которых произведен с интервалом в один день. То на сегодняшний день в соответствии с изменениями, вступившими в силу сегодня, достаточно однократного отрицательного результата. Допускается выписка даже без получения отрицательного первичного результата. Но при этом есть тоже исключения. Это не касается тех лиц, которые проживают в общежитии, в учреждениях, предоставляющих гостиничные услуги. Также лиц, которые после выписки должны попасть в различного рода социальные учреждения закрытого типа. Минздрав Бурятии отметил положительный эффект от ограничительных мер. Основной критерий по снижению заболеваемости – это занятость коечного фонда. На выходных уже началось сокращение вызовов и обращение в амбулаторном порядке, что говорит об улучшении ситуации. В целом мы видим, что некоторое снижение идет с последних дней. И все равно ограничительные меры, даже продление каникул, дают уже постепенно свой эффект. Уже начался эффект. И очень большое желание, чтобы он задержался с учетом этих мер. Двухнедельный карантин – главная тема последних дней. Соцсети бурлят негативом, власти взывают к разуму. Кого спасать в первую очередь – бизнесменов или врачей? Вот в чем вопрос. И те, и другие держатся из последних сил. В этой ситуации двухнедельное ограничение – золотая середина. Мера, которая позволит выйти из кризиса с наименьшими потерями. Для нас ответ на вопрос «зачем карантин» очевиден. Чтобы не было того, что пришлось пережить известной бурятской певице Олениным Сараевой. В ее семье произошло горе. Умер близкий человек. Трагедию загубили трудности, с которыми пришлось столкнуться при оформлении документов и погребении. Во-первых, здравствуйте. Хочу начать с того, что с огромным уважением отношусь к медикам. Изначально, когда мою маму положили, в первый день сразу же взяли тест. Коронавирус – это был 29 октября. Тест показал отрицательный. Через пару дней. А в этот день перевернули в реанимацию. Еще через пару дней поступили. Каппарат искусный, не теряется легких. Вот там ей хуже, хуже и хуже. Там уже не приходят сознания в коме. Она ушла в коме в третьей степени. И там она уже скончалась. В морг она не поступила ни в этот день, ни на следующий день. Поступила на день пятницы, скончалась только в понедельник. Утром она поступила в морг, потому что просто не было места в морге. В понедельник же было вкрытие, и то она пришлось украшить, потому что на вкрытие тоже очередь. Когда начала дозвание, сказали, что только двое суток будут копать могилы, и то у вас очередь. А вы бригаду забронировали, потому что бригады не платные, не бесплатные государства, никакие, просто нет. Я не понятер. Эти дни очереди огромные везде. Главное, передайте людям, чтобы, ну, тут не паника, тут, пожалуйста, надо беречься. Верьте, не верьте, надо беречься, потому что людей умирает очень много. Заиграя во пожарный впал в кому. Мужчина спасал кота с линии электропередач и получил удар током. Пожарный упал на землю. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас он находится в Республиканской клинической больнице имени Симашко. Сейчас проводится и служебная проверка. Установленные по ее итогам должностные лица, допустившие нарушение мер безопасности, будут привлечены к ответственности. Однако сейчас до выяснения всех обстоятельств, комментариев мы дать не можем. В департаменте по связям с общественностью Россети Сибирь в Бурятии сообщили, что произошедшая вина самого пожарного. Он приставил к столбу металлическую лестницу, залез на нее и схватился за провод. В Бурятии на льдины выбрались более трех тысяч нерп. Потрясающее видео засняли в Чувыркуйском заливе Байкала. Вы только посмотрите на этих красавцев. Телени на льдинах протянулись на несколько километров. Эти милые создания выходят на лед два раза в год, осенью и весной. Популяция байкальской нерпы – одно из важнейших критериев экологического здоровья всего Священного озера.